Техническое описание кодов неисправностей OBD2, температура выхлопного газа вне диапазона 2 датчик 1, что это значит? Это общий диагностический код неисправности, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Ford, VW, Volkswagen, Audi, Porsche, Chevy, Nissan и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P247S связан с температурой отработавших газов вне цепи датчика 2 ряда 1, когда блок управления двигателем ESU обнаруживает неправильные сигналы в цепи температуры отработавших газов, будет установлен код P247S и загорится индикатор проверки двигателя, обратитесь к конкретному ресурсу автомобиля, чтобы определить какой банк и расположение датчика соответствуют вашей конкретной комбинации год, марка, модель, двигатель, назначение датчика температуры выхлопных газов состоит в том, чтобы контролировать температуру выхлопных газов и преобразовывать ее в сигнал напряжения, который отправляется в IBU, IBU использует вход для контроля состояния двигателя и эффективного снижения выбросов, IBU распознает эти изменения напряжения и реагирует соответствующим образом, регулируя момент зажигания или воздушно-топливную смесь, Чтобы понизить температуру выхлопных газов и защитить каталитический нейтрализатор, датчики температуры выхлопных газов встроены в дизельные двигатели, бензиновые двигатели и даже в двигатели с турбонаддувом, этот процесс также улучшает производительность и экономию топлива Типичный датчик температуры выхлопных газов и GT, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода может сильно отличаться от простой загорающейся контрольной лампы двигателя на транспортном средстве, которая запускается и бежит, до автомобиля, который будет глохнуть или не заводиться вообще, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P247S могут включать, двигатель может заглохнуть, двигатель может не запуститься, двигатель может перегреться, плохая экономия топлива, плохая работа, проверьте, горит ли лампа двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода P247S могут быть, неисправный датчик температуры выхлопных газов, чрезмерная утечка выхлопных газов, перегорел предохранитель или плавкая вставка, если применимо, чрезмерное накопление углерода на датчике, разъеденный или поврежденный разъем, неисправная или поврежденная проводка, неисправный ибу Какие шаги по устранению неполадок P247S? Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки, TSB, для конкретного транспортного средства по годам, модели и силовой установке В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении Второй шаг – найти все компоненты в этой цепи и выполнить тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапания, трения, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы на безопасность, коррозию и поврежденные контакты Датчик температуры отработавших газов обычно представляет собой двухпроводной датчик, расположенный в выпускной трубе Датчик температуры выхлопных газов следует снять для проверки на предмет чрезмерного накопления углерода Этот процесс также должен включать выявление любых возможных утечек выхлопных газов Продвинутые шаги Продвинутые шаги становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля Идеальными инструментами для использования в этой ситуации являются инфракрасный термометр и тепловая пушка Если таковые имеются, требования к напряжению будут варьироваться в зависимости от конкретного года и модели автомобиля Проверка напряжения Выходное напряжение датчика температуры отработавших газов должно изменяться пропорционально изменением температуры Если напряжение остается неизменным или изменяется быстро Это свидетельствует о том, что датчик температуры выхлопных газов требует замены Если этот процесс идентифицирует отсутствие источника питания или заземления Проверка целостности может потребоваться для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов Тесты непрерывности всегда должны выполняться при отключенном питании от цепи И нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом Сопротивление или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта или замкнута и должна быть отремонтирована или заменена Уровень сопротивления датчика температуры отработавших газов Датчик должен изменяться пропорционально повышению и понижению температуры, в зависимости от типа датчика, сопротивление должно увеличиваться или уменьшаться по мере повышения температуры, и тепловая пушка может быть использована для проведения стендовой проверки этого компонента Два типа датчиков температуры отработавших газов, это отрицательный температурный коэффициент и положительный температурный коэффициент Датчик с отрицательным температурным коэффициентом имеет высокое сопротивление при низкой температуре и низкое сопротивление при высокой температуре Датчик с положительным температурным коэффициентом имеет низкое сопротивление при низкой температуре и высокое сопротивление при высокой температуре каковы некоторые общие исправления для этого кода. Замена датчика температуры выхлопных газов, замена перегоревшего предохранителя или предохранительной перемычки, если применимо, очистка от коррозии разъемов, ремонт или замена неисправной проводки, удаление накопления углерода с датчика, устранить утечку выхлопных газов, перепрошивка или замена ИБУ, распространенные ошибки могут включать в себя, замена ИБУ или датчика температуры выхлопных газов. Если проблема связана с поврежденной проводкой или другим компонентом, датчики О2 также обычно ошибочно принимают за датчик температуры выхлопных газов. Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с температурой выхлопных газов вне диапазона 2 Кода неисправности цепи датчика 1. Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.